Приветствую вас, друзья! Сегодня я расскажу об издании на виниле альбома Zeit группы Rammstein. Это восьмой студийный альбом, вышедший в апреле этого года. Альбом вышел через три года после одноименного, даже не привычен для группы столь маленький промежуток. Но вызван он с пандемией, в связи с которой была приостановлена концертная деятельность, и группа, не теряя времени, записала новый материал. Свен Хелбек, занимавшийся струнными аранжировками для альбома, признал в своем интервью, что выпуск альбома задержан в связи с нехваткой бумаги, необходимой для печати конвертов, пластинок и буклетов для CD. То есть, если бы не этот неприятный факт, альбом вышел бы даже чуть раньше. Итого, мы получили двухвинильное издание с 11 новыми треками. Конверт превосходного качества, на обложке изображена 20-метровая башня-толстушка, расположенная в Берлине, с которой спускаются музыканты. На обратной стороне трек-лист с фото музыкантов. На развороте, что неудивительно, еще одно фото их же, но слегка ускоривших шаг. Конверт идет с обишкой. В наше время это хороший подход. В комплекте идет буклетик с текстами композиции, фото участников группы и прочей информации. Тоже интересно полистать. Пластинки идут во внутренних конвертиках с замаскированным трек-листом. Что по самому винилу? Он отпечатан на Optimal Media в Германии. Превосходного качества. Тяжелый, красивый, блестящий. Но что же по звуку? Продолжительность альбома 44 минуты. Он распределен на двух пластинках и по аналогии с предыдущим альбомом записан на 45 оборотов. Что сказать, можно было бы уместить и на одном виниле без потери качества. Ну, на 33 скорости. Почему я так в этом уверен? Да потому что качество звука не намного лучше одноименного альбома. По амплитудно-частотной характеристике картина схожа. Баса много. Мощный, напористый, ощутимый. Середина чуть провалена, а вот верхов тут явная нехватка. Посмотрев на графики амплитудно-частотной характеристики, заметил ту же картину, что и на предыдущие спички. Спад начинается уже на 10 килогерцах. Их 16 вверха отсутствуют практически полностью. Собственно, о каком качестве может идти речь и какой глубокий смысл выпускать альбом на двух сорокапятках. Ради мощного баса? А нужен ли он без верхов? Вот вспоминаю я Мутор, Розенрод, Райза, Райза. Вот там был отличный звук, который хотелось слушать и слушать. А тут скорее бубнешь в перемешку с голосом Тиля. По динамике компрессия есть, но по ушам не бьет, как в одноименном альбоме. Тут ситуация действительно не намного, но лучше. И это радует. Динамический диапазон здесь выше. Что по качеству массы винил тихий. Несмотря на все свои 45 оборотов, рокота, шума, шуршалок не заметил. Щелчки громкие не встречаются. Винил имеет легкое смещение центров. Не на всех сторонах, но все же. Однако дефект в пределах нормы. Плавание и звуки не слышно. Помимо черного, альбом также доступен на прозрачном и голубом мраморе. Матрицы те же. Звук, думаю, тоже не будет отличаться. Разве что на черном будет поменьше дефектов. Возможно. Хотя отзывы на дискоксе исключительно положительные во всех изданиях. Что по самому материалу, выскажу свое мнение. Я все же предпочитаю более раннее творчество Rammstein. Последние два альбома, ну, по сути, друг друга дополняют, как, скажем, Loatary Load Metallica. Неплохо, да, но без изысков и изюминки. Да, сайт достоин вашего внимания, не только для фанатов. Понравится он многим. Но, на мой взгляд, хитов тут все-таки маловато. Я дождался своего экземпляра. Однозначно, пластинки пойдут в коллекцию. Кстати, ждал альбом довольно долго. Можно было бы, конечно, отснять обзоры раньше. Еще один экземпляр у меня был на руках, который мне предоставил друг. Но все же я хотел дождаться своего экземпляра и, так сказать, выдать хоть какую-никакую, но статистику по обоим экземплярам. Оба хороши, одинаковы по звуку и качеству массы. Что радует то, что Rammstein продолжает выпускать альбомы. Ну, а наше дело уже решить, покупать их или нет. Моя оценка 7 из 10. Неплохо, но глухо, как из бочки. Да и два винила ни к чему, на мой взгляд. Уж Optimal Media бы справились с одновиниловой версией. Цена альбома от 30 евро. Что ж, друзья, а у меня, пожалуй, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!